Сегодня у нас очень важная тема ролика. Какие законы изменят рынок недвижимости в 2023 году? И у нас приняли очень существенные изменения в законодательстве, которые повлияют на рынок недвижимости. Поэтому решил сегодня собрать очень опытных юристов и поговорить с ними, какая нас ждет проблема в 2023 году. Пожалуйста, агенты по недвижимости, частные маклеры, смотрите этот ролик внимательно. Это инструкция к действию. Поехали! Итак, я для вас собрал достаточно опытных юристов сегодня в студии, для того, чтобы мы обсудили достаточно большую проблему, которую создал новое законодательство. Вадим Шабалин. У нас представление, по-моему, не нуждается. Это юрист со стажем, по книжкам которого учится весь рынок недвижимости. Вадим, привет! Да, добрый день! Максим Бунтович, старший эксперт компании Высоцкий Эстейт, старший юрист. И, соответственно, с большим-большим стажем, больше 20 лет работы на рынке. И Ирина Трубицина, исполнительный директор сети Высоцкий Эстейт, а в прошлом старший юрист компании Высоцкий Эстейт, больше 800 сделок провела за последние 7 лет. Поэтому мы сегодня будем вот с таким почтенным составом говорить об изменениях в законодательстве. Вадим, давай начнем с тебя. Что будет у нас, какие у нас изменения принесло это законодательство? Ну, это печально известный закон 266 ФЗ, который был принят 14 июля 22 года. Вступил в действие он с 1 марта 23-го. Вот такой, как говорится, весенний подарочек нам всем прилетел на самом деле. Значит, закрытие данных ЕГРН. То есть, по умолчанию, с 1 марта, значит, данные ЕГРН в открытом виде, как это раньше было, как мы, соответственно, привыкли, значит, будет только с письменного, ну, или электронного, хотя на госуслугах пока еще этого сервиса нет на сегодняшний день, согласия собственника. То есть, если собственник такого согласия не дает, то его персональные данные во всех сервисах Росреестра будут закрыты. Вот смотрите, здесь нас смотрят разные люди, и те, кто не собирается покупать и продавать недвижимость, они говорят, ну и что такого? Отличный закон позволяет нам все закрыть. С чем, Максим, это будет чревато? Вообще для рынка продавцов и рынка покупателей? Ну, здесь вопрос в том, что проверить данный объект недвижимости будет затруднительно, потому что выписка ЕГРН – это первый и, по-моему, единственный документ, который указан даже в Гражданском кодексе. Как подтверждающий добросовестность покупателя. Еще раз, у нас последовательно урезали, вначале у нас убрали договор с печатью. Люди хотели иметь бумажку. Сейчас у нас урезали теперь эту выписку. Что из нее исчезло? Из нее исчезли личные данные собственника. О личных данных, я говорю, раньше указывалось фамилия и имя отчество. Там, в принципе, больше других данных не указывалось, если мы не говорим о ЕГРН, который получает лично покупатель. То есть сейчас у нас, если мы посмотрим, в графе правообладатель просто указано физическое лицо. Вадим, какие-то последствия идут? Давай поэтапно мы будем идти от выбора объекта недвижимости и приближаться к сделке. И какие-то будут изменения. При выборе объекта недвижимости что это нам дает? Если, например, представитель покупателя, или сам покупатель теоретически, агент покупателя, юрист покупателя, вступает в контакт с представителем продавца, либо со своим контрагентом, либо непосредственно с собственником, сам себе риэлтором, то первое, естественно, требовать здесь никто не вправе требовать. Такое пожелание покупателя или его представителя, значит, открыть данные ЕГРН. То есть, опять-таки, еще разговариваю по телефону, то есть мета-сообщение, посыл. Значит, мы к вам приедем смотреть, только если вы нам пообещаете, что на сделку вы откроете данные ЕГРН свои. Потом, пожалуйста, можете их закрыть. Это ваше право. Так, у нас Максим Бунтовичев, он много лет работал и как агент, и как юрист, имея юридическое образование. Макс, это реально вообще позвонить сейчас и заранее договориться, особенно если это с той стороны собственник, который никогда не продавал, например, недвижитель, редко это делал. Реально ли для него получить такое согласие заранее? Заранее, ну, сложно сказать, все зависит. Люди разные. Вот, и поэтому я бы сказал так, что не то, что приеду смотреть, а перед авансом поставить бы такое условие, что я буду вносить вам обеспечительный платеж, аванс, задаток, неважно. Только в случае, если либо вы предоставите выписку ЕГРН с открытыми данными, либо дадите возможность самим получить, но для этого откроете, напишите заявление о их открытии. Ира, у нас порталы декларируют, что вот-вот мы сделки начнем проводить вообще в онлайне. Это все фантастика при нынешней ситуации? Да, все возможно, как бы, я не знаю, правильно могу я такое сказать или нет, дуракам закон не писать. То есть, у нас люди могут делать все, что угодно. Покупать какую-то угодно, сделать электронную цифровую подпись, не видя объект, не видя документов, купить. Но насколько это безопасно, это уже другой вопрос. Ну, вот Вадим занимает жесткую позицию, да, то есть до вообще лучше договориться на берегу, чем потом? Конечно. Почему это лучше? Да, ну здесь вот как раз вот то, что сейчас Максим рассказывал. В принципе, мы пытаемся внедрить двухуровневую систему. То есть, более высокий уровень, это вы, ну имеется, не вы здесь присутствующий. Соответственно, продавцы или продавец или продавцы открывает доступ в ЕГРН. Именно открывает доступ в ЕГРН. Если они по какой-то причине не хотят или не могут это сделать, это их право, то тогда пойдемте за ручку. Значит, сходим в МФЦ. В МФЦ закажите, соответственно, выписку. Или еще лучше, вы закажите выписку, ну, именно так, что не то, чтобы ее, как говорится, принесли нам и бросили на стол. А, соответственно, мы вместе сходим в МФЦ и убедимся, что вы эту выписку получили абсолютно легально и абсолютно законно. Но, с другой стороны, у них же сразу люди сейчас у нас продвинутые и говорят, а зачем ходить в МФЦ, мы все это сделаем через госуслуги. Да, пожалуйста, мы все это сделаем через госуслуги. Но в данной ситуации тогда мы действительно приходим к вам на внесение предоплаты, вы заходите в свои госуслуги, в нашем присутствии заказываете выписку. Ну, когда она придет, за 15 минут она не придет, на самом деле, пока мы ведем переговоры. Вадим просто говорит о том, что как проверить. Вот если нам принесли вот такую выписку, мы физически проверить, юридически не можем, насколько она подлинная, если ее не при нас заказали. Вот это весело. Здесь же сейчас никаких опознавательных... Ну, потому что бывали случаи, когда приносят поддельную выписку. Уже, да, очень часто. Да и до этого, год назад нам приносили. Подождите, замечательная история. Так, секундочку. То есть, понятное дело, что вот QR-код это можно скачать в сети, да, а вот эту таблицу вообще можно делать. Нарисовать. Важный момент, ребят, вот смотрите на камеру, сейчас покажу. Здесь нет никаких сегодня ни печати, ничего. То есть, раньше можно было еще синюю печать хоть подделывать, да. А сейчас это просто вот... Даже и ЦП нет. Даже и QR-код. Да, и QR-код, это все остальное. Это, конечно, все весело. Как меняется тогда важный элемент, процесс сделки? Вот я хотел бы вас попросить. Я знаю, что вы все очень серьезные ребята юристы, но давайте упростим. На что это повлияет, Вадим? Нет, ну, на самом деле просто изменяется дорожная карта. Как я уже говорил, хорошо, я здесь с Максимом соглашусь. Значит, мы выходим на аванс только лишь, ну, на предоплату, естественно, только лишь в том случае, если вы, соответственно, предоставили, либо нам раскроете доступ, либо, соответственно, предоставите из тех же самых госуслуг или на бумаге. Но на бумаге, ну, сейчас как на бумаге, это называется документарная, бумажная, не используется этот термин. Значит, предоставите, соответственно, документарную нам, соответственно, выписку. Значит, ну, в принципе, вот за 5-6 дней, которые у нас прошли, по практику мы будем нарабатывать, никто не отказывается. Не отказывается по той простой причине, что рынок покупателя, естественно, людям надо продать. И, соответственно, если мы заявляем, что мы не выходим ни на какую предоплату, пока у нас не будет выписки, значит, ну, контрагенты, во всяком случае, все это отлично понимают. Так, что за следующим этапом? У нас идет этап подготовки и сделки. Нам эти личные данные же, ребят, нужны для чего? Для чего нам нужны фамилии, имя, отчество всех этих участников процесса? Ну, первое, конечно, для проверки. Что мы проверяем? Проверки правоустанавливающего документа, который нам предоставили, действительно является человеком, который перед нами сидит собственником. Потому что правоустанавливающий документ сейчас такая же бумажка, только с фамилией, имя, отчеством и подписью. Мне тоже интересует, вот если я покупал, допустим, квартиру уже в 2019 году, сейчас ее вам перепродаю. У меня есть правоустанавливающих документов, теперь что? Может и ничего не быть, если это электронная регистрация. Ну, соответственно, есть выписка, соответственно, старая. Из правоустанавливающих документов... Выписка тоже такая же. Нет, без QR-кода, да, с персональными данными. Есть там персональные данные, но, как мы уже говорили, это все можно рисовать. Рисуется все это элементарно. Значит, ну, в любом случае, в любом случае, вот именно очень важным изменением в дорожной карте сделки, именно получение выписок в присутствии агента-покупателя или юриста-покупателя. Значит, если по какой-то причине продавец или его представитель уклоняется от этого, ну, скажем так, уходим на запасной аэродром. То есть не берем это объем? Ну, не берем, знаете почему? По той простой причине, что если уже на этом этапе продавец или контрагент начинает себя вести неадекватно, а это уже признак неадекватного поведения, то в дальнейшем нам это не нужно. Тем более сейчас... Представляете, в объемах идет, если количество сделок. Вы же видели звонки моей пацану. Каждый пятый собственник, который самостоятельно выходит на рынок недвижимости, он готов к такому жесткому повороту, как вот сейчас Вадим нам говорят. Еще говорят, что Смирнов разговаривал жестко по телефону. Мне кажется, у Вадима более жесткая позиция вообще. Вам не кажется? Давайте, вот момент. Мы подошли к сделке. Теперь, существенно, нам будет, напоминаем, момент расчетов по сделке. У нас переход права собственности привязан к окончательному расчету. Давайте поподробнее вот этот элемент. Давайте, да, разберемся с расчетами. Но в любом случае, значит, очень важный момент, который мы еще не обсудили, что мы будем указывать в договоре купли-продаж. Появляются три новых пункта. Значит, первый пункт. Продавец обязуется, значит, в том числе в день сделки предоставить выписку ЕГРН, значит, в документарном виде, ну, в бумажном виде не пишется, в документарном виде, с электронной, с QR-кодом, значит, свежая выписка. Да, да, свежая, ну, в договоре свежая, да, не пишется, естественно. Значит, с QR-кодом Росреестра и, соответственно, со штампом печати МФЦ мои документы. Ну, с другой стороны, как вы совершенно справедливо сказали, если у нас раскрытие аккредитива, если у нас, то есть, открытие ячейки, то у продавца гарантированно должны быть документы, подтверждающие переход права собственности. И поэтому вторым пунктом договора, что покупатель обязуется предоставить продавцу, значит, выписку ЕГРН точно так же с QR-кодом, да, ну, она свежая по умолчанию, потому что право только сегодня, или там вчера перешло. Да, значит, с QR-кодом в документарной форме, именно в документарной форме, из которой следует, что объект с кадастром, ну, то есть, квартира, в тексте договора сказано, квартира или там объект принадлежит покупателю. Третий пункт, что стороны пришли к соглашению, что указанный там пункт условного рожая 4.5 и 4.6 являются существенными условиями настоящего договора. И в силу статьи 432 ГК РФ, значит, при невыполнении этих условий договор считается незаключенным. Точка. Ну, это и чтобы дисциплинировать. Это в силу закона. Сейчас, братцы, один момент. Вот я будущий владелец объекта. Как я могу гарантировать, что этот объект не будет приостановки, и потом, значит, должен быть что? Я уже должен буду сам поехать получать эти данные как новый владелец? Как это будет выглядеть? Переход права, когда будете подавать, вы поставите галочку, что я даю согласие на раскрытие моих данных. Заявление вместе на переход права подается... У меня еще нет недвижимости. Как я даю согласие? Это все можно делать. Можно, да? Да. Ну, не то, что обычно. Сейчас вот только, как говорится, нарабатываем практику. Значит, вот Максим, даже мы с Максимом немножко поспорили. Расскажите, значит, получили уже первый раз выписку из ЕГРН, которую выдали на руки? Получили две выписки. От 3 марта выписку получили. То есть, продавцу выдается после регистрации, если в МФЦ регистрируется, как и раньше, выписка игры на переходе права с фамилией, имя, отчеством покупателя. Она выдается один раз. То есть, свидетельствующая о том, что он продал, то есть, переход права состоялся. Но не думаете ли вы это, что просто еще нет работы? Возможно, возможно. Но по информации из Росреестра, из разных источников, в этом смысле ничего не поменялось. То есть, продавцу при переходе права будет выдаваться... Смотрите, как живет наш рынок, чтобы вы понимали. Вот сидят передо мной упочтеннейшие юристы. Ребята, каждый тут под... Вот эти вообще-то, мы сдаваем по 20 лет. Ира 10. Вот давайте сейчас я вам расскажу, как это существует. А существует это так. Все всегда знают информацию оттуда, откуда надо. И мне возникает там вопрос, а не абсурден ли сам закон, если все все и так могут... Ну, на самом деле, да, этот закон нужен был, конечно, в первую очередь... От Навального защититься, в основном. Ну, да, для защиты интересов коррупционеров. Потому что, естественно, простым собственником от этого закона, ну, естественно, и риэлторам, которые работают на рынке от этого закона... И юристам. Да, и юристам стало сложнее. Но у нас, сами знаете, в какой стране мы живем. И, соответственно, все персональные данные, вы это тоже отлично знаете, продаются и покупаются. Кстати, в Госдуму... Да, у нас можно купить Яндекс.Еиду, Деливери Клаб, с фамилией доставок, с какого-то количества заказов. Ребят, ну, о чем мы можем? Ну, на самом деле, на самом деле, это, может быть, как-то коррелирует с введением в действие закона 266 ФЗ. Значит, в Госдуме, правда, в первом чтении, в Кодекс административных правонарушениях, соответственно, выносятся изменения, что продажи персональных данных, ну, в том числе, из ЕГРН, это будет уже административное правонарушение, физические лица до 30 тысяч рублей, юридические лица, ну, не помню уже эти данные, они могут измениться, ну, условно урожаясь, 300 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели там 300 тысяч рублей, юридические лица там до миллиона рублей, штурок, если поймают. Значит, получается, а банки-то в курсе, вот, смотрите, у нас все-таки государство постепенно и рынок недвижимости пришел к тому, что большую часть дел все-таки проводят банкиры, банк, они под себя это забрали. А это уважаемые всеми нами банки, топ-3, наверное, они лидеры, потом идут еще несколько банков специализирующих на этом, они уже в курсе этих изменений, они же читают условия раскрытия ячейки, аккредитива, СБР, как они-то сейчас? Ну, на самом деле, СБР, конечно, они с Росреестром, соответственно, подпишут дополнительные соглашения, и все эти экосистемы будут, соответственно, получать эти данные автоматически. Я уточняла, вот у банка, я была, да, после введения закона, я была в Сбербанке, в Дон Клик, да, при электронной регистрации ничего не поменялось, и приходят такие же данные. А вот при раскрытии, если мы говорим о кредитива либо ячеек, сотрудники банка, как правило, говорят, вы прописываете условия, мы их впишем. Так, мы живем в стране абсурда, потому что в одном и том же банке существует аккредитив и система СБР, это мы знаем, это у Сбера, у Альфа-банка у нас классический аккредитив, и ВТБ. СБР там тоже есть, и там, и там, и ВТБ есть. Ребят, что нельзя при аккредитивной системе расчета провести электронную регистрацию? У нас, по-моему, действие электронной регистрации, она ограничена по некоторым. Те, где у нас несовершеннолетний, это нотариус проводят, тоже могут сосредоточить. В любом случае, банки, чтобы не потерять клиентуру, заинтересованы тоже урегулировать весь этот процесс. То есть, вот пока, пока первые наработки нигде, никаких проблем по этому поводу не было. То есть, если, условно выражаясь, в банке принесли вот такое вот, показали, то, конечно, сейчас все банки, ну, как это я называю, у них есть там свои шлюзы с Росреестром, они, конечно, и раньше проверяли, и сейчас это будут проверять. То есть, если мы принесли любые документы, значит, о переходе права, значит, никто нам ячейку или аккредитив там не откроет, не раскроет, пока они не проверят. То есть, у них эти каналы остались. Они точно так же это будут делать. Но, в общем-то, банки в этом отношении, ну, вот как вот в первые дни пришлось столкнуться, относятся дружелюбно, ну, типа того, что да, мы все понимаем, ладно, возьмем электронную. Так и быть. А давайте еще один важный момент. Нотариусы, что у них, какие есть права? Нотариусы, ну, такая же игренка, электронный приход, если мы через нотариуса подаем. Да, мы, кстати, забыли сказать, категории, которые имеют доступ в любом случае. Так. Значит, ну, естественно, это собственник, супруг собственника, бывшего собственника там нет, бывший собственник только в части своего. Значит, собственник, супруг собственника, если предъявить документы, что даже там индивидуальная собственность в браке состоит. Естественно, доступ имеют нотариусы, доступ имеют конкурсные управляющие, то есть арбитражные финансовые управляющие, они имели доступ и будут иметь доступ. Значит, доступ имеют муниципалы, ну, правда, кроме муниципальных компаний типа жилищника. Это тоже серьезная проблема, потому что как взыскивать долги за коммунальные платежи? Жилищник же и взыскивал, а сейчас они не имеют возможности взыскивать. Значит, естественно, будут иметь доступ все силовики. Ну, понятно. Ну, и в любом случае нам надо решать... Секрет Полишинеля. То есть, имеет такая толпа доступов, что вообще, по большому счету, вообще очень смешно это выглядит. Да, нет, нам надо, соответственно, решать, через кого мы все это будем делать. Ну, я, соответственно, склоняюсь, что мы, конечно, все это будем делать через нотариусов. Точнее говоря, не через нотариусов, а через помощников нотариусов. Потому что, ну, для риелтора помощник нотариуса – царь, бог и воинский начальник по таким делам. Потому что помощники нотариусов, в общем-то, можно об этом говорить в открытую, это не секрет. Конечно, риэлторам считывает не только ЕГР, а еще и данные из единого электронного надряда, из ЕНОТа. ЕНОТ они сами называют. То есть просто на все эти услуги будет поднята цена. Ну и, кстати, руководителям агентств недвижимости уже, скажем так, некоторые помощники нотариуса, ну то есть руководители агентств недвижимости могут столкнуться с таким вопросом. Для проверки, ну вот у нас, условно выражаясь, среднее агентство 15 сделок в месяц. У крупного агентства еще больше. И, соответственно, мы же не все сделки доводим, что мы проверяем, доходит до конца. То есть вот я, как руководитель агентства, мне нужно 100 выписок в месяц. Значит, если я это буду заказывать за деньги, я вообще-то не то, что разорюсь, я должен поднимать стоимость своих услуг. Да, а если это будет клиент заказывать? Вот, допустим, он отобрал, вот представьте, он прошел 30 объектов, отобрал финальную для сравнения подборку 5 объектов. Мы хотим 5 объектов быстренько экспресс посмотреть. Вот что ему сейчас оплачивать теперь придется до просхода нести покупателя? Ну, на самом деле здесь как договориться, потому что если это считывать ЕГРН через помощников нотариуса, хотя альтернативный путь, соответственно, считывать их через арбитражных или финансовых управляющих, ну, у кого есть знакомые, естественно, все-таки помощников-знатариусов знакомых больше, риэлторы их прикормили больше. Значит, ну, надо, соответственно, тогда договариваться, сколько просто это будет стоить. Пакетно, если. Да, пакетно, правильно вы сказали. Забавная история. То есть, получается, брали мы, брали, значит, закон. Теперь, а можно поговорить еще одну еще важную вещь? Вот у Иры тут еще есть расширенная выписка. Вадим, что такое расширенная выписка? Ну, это не расширенная, это, соответственно, выписка о переходе права. История перехода права. Да, история перехода права. Для проверки она вообще ни о чем. Кстати, такую относительно расширенную могут получить те категории, о которых мы говорили. Там она будет называться справка о виде характера правоустанавливающих документов. Значит, справка об объектах недвижимости, принадлежащих физическому или юридическому лицу. То есть, все, что там на вас в России числится. Значит, естественно, нотариусы заказывают о дееспособности, не лишили ли дееспособности. То есть, этот функционал, как он был доступен только вот этим категориям, так и остался. Но мы-то на самом деле заказываем, если уж мы не официально заказываем, платим за это деньги. Мы заказываем выписку из ЕГРН, с которой пользуются государственные регистраторы. Но не напрямую через государственных регистраторов, но, скажем так, через тряпчих, которые там им помогают. Для чего нам нужна расширенная выписка истории перехода права собственности, Максим? Для того, чтобы... Мы же с тобой, по-моему, на канале-то разбирали. Проверить историю перехода, потому что, может быть, у тебя сейчас документами все в порядке, договор купли-продажи, там, 19-го года. А до этого там была куча переходов, например, там, три перехода в один период, в один год путем дарения и наследства и так далее. Сейчас вот нас посмотрят, опять люди скажут, новостройки. Все, новостройки лучше всего. И айпотека льготная, и с этим всем вопросом. И цена, и цена. И объекта недвижимости еще нет, нечего обременять этими всеми персональными данными. И цена. А цена, правда, дороже уже, чем вторичка, да? Цена, да. Нет, ну, если, как говорится, присоединюсь к Максиму мнению, значит, что мы из расширенной выписки, доступной госрегистраторам, проверяем. Естественно, там прикреплены все доверенности, какие были. Значит, там прикреплены, совершалась ли сделка по ЭЦП. Это не в такое. Ну, я официально не пришла, я же не могу другую письмо. Ребята, вот все, о чем говорит сейчас Вадим Шабалин, вот этой письюльки нет. Да, продолжайте, Вадим. Ну, соответственно, естественно, смотрим брачники, брачные договоры, смотрим согласие супругов, смотрим соглашение о разделе. Ну, наследники, официальное свидетельство о праве наследственного закона, то есть наследственные все вещи смотрим через енот, опять-таки через помощников нотариуса. Туда идем. Ну, в любом случае... Залоги. Да, в залоге, ну, в расширенной выписке из ЕГРН, ну, то есть той, которой пользуется государственный регистратор, сам государственный регистратор, ее нам предоставляют. Ну, в принципе, для экспертизы есть все. Но, с другой стороны, цены пошли вверх. То есть, ребята, еще раз, это то, что рассказывает сейчас Вадим Шабалин, это, ребята, информация не очень-то официальная. И вот мы живем в таком правовом зеркале. У нас на витрине стоят законы, которые вот такие письюльки нам выдают, вот. А в правовом поле, которым работают уважаемые мной коллеги, там нужно другую информацию получать. И для чего каждый год нам усложняют этот процесс, мне непонятно. Хочу еще один вопрос задать вам. Как наследником быть? Вот не стало человека. Ну, наследником, соответственно, если открыто наследственное дело, то нотариус запрашивает всю информацию сам. Значит, если наследственное дело не открыто, то потенциальный наследник может, соответственно, явиться к нотариусу, где открыто наследственное дело. Эти данные остались в открытом доступе. И, соответственно, заявить о своих правах на наследство. То есть, с наследниками проблем не должно быть. Здесь по коммуналкам тяжелее будет. По коммуналкам, когда уведомляют о преимущественной праве покупки, у нас сокращается уведомление в простой письменной форме по почте. Коммуналки, это все-таки, значит, давайте, это комнату выкупить у соседей, да? Да. Потому что здесь еще коммуналка, а бывают еще коммунальные платежи, чтобы все никто не перепутал. Так, что будет по коммуналкам? У нас было несколько видов уведомления. То есть, можно было отправить Почту России через нотариус. Вот теперь Почта России будет тяжеловата, потому что мы не можем уточнить, кто именно теперь у нас соседи. Только через нотариус. Ну, на самом деле, да, здесь, ну, я всегда считаю как, что в статье 250 ГК у нас сказано, да, в письменной форме. Ну, конечно, если у нас продажа доли, в чистом виде продажа доли. И это нотариальная сделка. То уведомление, отказ от преимущественного права покупки. Ну, не то, что он должен быть. Желательно, чтобы он был в нотариальной форме. Ну, вот по комнатам вы совершенно справедливо сказали. Значит, мы в данной ситуации можем и всегда делать уведомления в простой письменной форме. Значит, сейчас, ну, опять-таки, будем, да, будем получать эту информацию неофициально. Опять дороже. Ребята, то есть, за инициативой того, чтобы депутатам разных видов мэров, еще что-то, и чиновников мы не видели вот эту маленькую группу лиц, которые большинство из нас вообще не интересует, что у них там есть и как у них есть, придется платить народу. То есть, придется обычным людям платить. Давайте, чтобы еще раз в итоге осталось в сухом остатке инструкции к действию, особенно товарищи агенты, товарищи частные агенты. Еще раз внимательно слушаем. Вадим, давай в финале еще раз программы повторим для, особенно для выдающихся частных агентов, которые будут приходить к нам, представляющие интересы, особенно стороны собственников, дорожную карту и основные пункты в договоре. Ну, дорожная карта перед тем, как вносить какую-то предоплату. Это желательно делать по телефону или в переписке, когда только начинаете. Значит, вы просите, ну, фактически требуете, либо раскрыть доступ в ЕГРН, причем сводить в данной ситуации продавца за ручку в МФЦ, или это сделать в госуслугах, непосредственно не отходя от кассы во время переговоров. Значит, либо, если они не хотят или не могут это сделать, это их право, получить, соответственно, выписку, бумажную выписку, документарную выписку со штампом МФЦ в нашем присутствии. Это обязательно из окошечка, непринесенную вот так вот где-то вот непосредственно, значит, нарисованную. И в договоре, причем даже если, например, в предварительном договоре, в соглашении об авансе, о задатке, об обеспечительном платеже, обязательно указывается, что продавец обязуется в день сделки предоставить выписку из ЕГРН покупателю. Значит, ну, по лойке вещей, если вы не предоставили выписку из ЕГРН, не пришли с тем, что мы требуем на сделку, мы просто не выходим на сделку, мы подпись по договорам не ставим. То есть впустую потратили время и разойдемся, сходим в МФЦ, там ее закажем. Ну и, естественно, зеркальный пункт договора, что и покупатель обязуется предоставить выписку из ЕГРН после перехода права. Потому что собственнику надо получить деньги. Конечно, да, собственнику надо получить деньги. И еще один очень важный пункт, это чтобы их, как говорится, немножечко, то, что называется, натренировать и дисциплинировать, что стороны пришли к соглашению, что в силу статьи 432 ГК РФ, значит, вот эти два пункта являются существенными условиями договора. Потому что по умолчанию у нас два существенных условия договора. Это персонализация объекта недвижимости и цена договора. То есть будет еще два существенных условия, что продавец обязан, покупатель обязан. Ну и можно не писать, это не писать, но лучше написать, что в случае невыполнения либо продавцом одной из сторон условий пункта 4.5-4.6 договор считается незаключенным. А как с теми, кто уехал за границу сейчас им быть? Вот они сейчас пытаются удаленно, дистанционно продать из-за границы. Госуслуги во многих странах, российский портал, его не видно. Нет, ну на самом деле эти вопросы уже прорабатывали, значит, через VPN, в принципе, его видно, потому что есть же и российские, как говорится, порталы VPN. Ну, во всяком случае, в большинстве стран, где сейчас россияне проживают, ну и та же самая Турция, Грузия, Эмираты, Армения, Казахстан. Все работает, все летает, в общем-то, проблем нет. И в западе. Либо вот мне клиент прислал логин и пароль в свой отличный кабинет, потому что они в Великобритании находились, только очень простил никуда его не записывать, но прислал логин и пароль, я сама заказала. Ну, то есть уже им выход такой, что так как госуслуги во многих странах недоступны, то есть и не хочется возвращаться сюда, приходится своему доверенному юристу логин и пароль давать. Ну, либо логин и пароль, либо, соответственно, идти выписывать доверенность на российского гражданина в консульстве. Это долго очень. Ну, я имею в виду, что, ну, все равно геморрой для продавца. Нет, ну, в любом случае, если, соответственно, продавец вот так вот за границей, это, правда, как раз не совсем тема, как говорится, закрытия ЕГРН. Бывали случаи, что покупатель, вот, например, там, в Ереван летал, даже за один день оборачивался, и они взвортнутся, и в аэропорту подписывали договор, он увозил два экземпляра с собой. У нас сейчас такой в Израиль летит. Ну, да, 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 ну, в Израиль, нет, и в Леолем лететь, это не еще бы удовольствие, на самом деле. Нет, ну, она говорит, я готова. Ну, да, ну, можно. Готов ли встретиться? Нет, кстати, тут решается еще вопрос, как? Если у вас есть, соответственно, в Израиле, например, с доверенное лицо представитель, значит, представитель может подойти к продавцу, в присутствии представителя покупателя продавец подписывает договор, значит, они его либо отдают представителю, либо пересылают какой-то службой доставки, но тогда в самом договоре нужно обязательно писать, что, соответственно, договор подписан продавцом такого-то числа в Тель-Авиве. Присутствия представителя. Нет, ну, в присутствии представителя можно не писать, по поводу чего покупатель осведомлен и с чем он согласен. И тогда все нормально, это уже делали несколько раз, регистрацию проходит без проблем. Но это не тема нашей сегодняшней программы. Если вы как раз пишите в комментариях, нужна ли вам программа более расширенной, еще раз в таком же составе, как раз разобрать сложные сделки, их сейчас очень много. Ну, доверенности те же самые разобрали. Важно один итог подвести, что любые изменения в законодательстве бьют, к сожалению, обычных граждан по кошельку. Поэтому, в первую очередь, этот закон, конечно же, внес сумятицу сейчас на рынке недвижимости, и он внес изменения в договор купли-продажи. Но, в конечном итоге, самое главное, он ударит вас снова по кошельку, потому что проверка информации предоставления и беготня, это все будет стоить денег. Всем пока.